Декабрь 1868 года. В Нью-Йорке происходит ограбление. У министра финансов Роберта Уокера неизвестные прямо на улице отнимают 16 тысяч долларов. Гигантскую по тем временам сумму. Газетчики тут же заинтересовываются, откуда у государственного служащего такие деньги. Уокер был известен тем, что горячо агитировал в прессе и коридорах власти за покупку у России полуострова Аляски. Расследованием занимается и специальная комиссия Конгресса, после чего в Америке разгорается грандиозный коррупционный скандал. У меня в руках список взяточников, определенных спецкомиссий Конгресса Соединенных Штатов Америки. Все они за определенные вознаграждения, так иначе вмешивались в процесс купли-продажи Аляски. Итак, взятку общей суммой 73 тысячи 300 долларов получили 10 членов Конгресса. Около 40 тысяч – владельцы, редакторы американских газет, а более 20 – адвокаты. Но кто же давал им эти взятки и за что? Примечательно, что в разгар американского коррупционного скандала кое-что необычное происходит и в России. Из страны буквально сбегает человек, который подписал с американцами договор об уступке Аляски. Бывший российский посол в Вашингтоне Эдвард Стеклин. Так при каких же обстоятельствах Российская империя продала свою территорию американцам? Главное, почему? Смотрите далее. Продажа Аляски. Стратегия или финансовая афера века? С момента продажи Аляски прошло уже свыше 150 лет. Споры по этому вопросу не утихают до сих пор. Тайный кукловод. Кто больше всех заработал на продаже русской Америки? Идея продажи Аляски, она все-таки появилась в США. То есть такая идея там витала. Но ее разделяли далеко не все. И что заставило российского императора пойти на сделку с США? Вот этот момент и вот эта с последующей встречей на уровне императорского дома и ведущих министров сыграла решающую роль. Был запущен процесс еще раз продажи Аляски. В конце марта 1867 года редакторы петербургских газет через Атлантический телеграф получают сообщение из США. В нем говорится, что Россия уступила Аляску Америке. Редакторы уверены, это возмутительный слух, распространяемый американцами. И именно так преподносят эту новость в газетных выпусках. Но вскоре информация подтверждается. Россия действительно продала свои земли Америки. И сделала это так, что в полном неведении оказались почти все высокопоставленные чиновники Петербурга, а также правители русских поселений на самой Аляске. В Российской империи о продаже полуострова знают только 6 человек. Именно они приняли это историческое решение пятью месяцами ранее. Совещание в парадном зале МИДа назначено на час дня. В зале собираются министр иностранных дел князь Горчаков, министр финансов Рейтерн, управляющий морским министерством вице-адмирал Краббе и, наконец, брат царя, великий князь Константин Николаевич. Последним входит сам император Александр II. Переговоры о продаже Аляски и все связанные с этим моменты, связанные с обсуждением как в американской правящих кругах, так и в кругах близких к Александру II, в тот период являлись частью секретного процесса. Это надо очень хорошо понимать, что это был секретный переговор, и все решение принималось в обстановке полной секретности. После небольшого обсуждения присутствовавшему в зале послу России в Америке Эдварду Стеклю поручено сообщить правительству США, что Россия готова уступить им Аляску. Против продажи никто из участников заседания не возражает. Совещание, решившее судьбу Аляски, было настолько секретным, что на нем не велось никаких протоколов. Мы смогли найти упоминание о нем только в дневнике Александра II. Тут всего две строчки. В час дня у князя Горчакова совещание по делу американской компании решено продать Соединенным Штатам. Скорее всего, руководство страны принимало решение о продаже Аляски в строжайшей тайне, потому что не хотело раньше времени афишировать новость об отчуждении целых 6% российской территории. Ведь в отечественной истории подобного прецедента еще не было. Но засекреченная вся эта история была и по многим другим причинам. Сразу после этого совещания российский посол Стекль отправляется в США. Ему поручено не только сообщить американскому правительству о готовности России уступить Аляску, но и вести все переговоры от имени российского монархи. Эдвард Андреевич Стекль. Российский дипломат. Бельгийц по происхождению, не имевший русских корней и женатый на американке. Этот весьма загадочный персонаж сыграл одну из главных ролей в истории продажи русской Америки. Многие историки приходят к выводу, что находясь на службе у России, Стекль на самом деле работал на два фронта. Наверное, Россия нуждалась в каком-то человеке, который хорошо разбирался и ориентировался в американских делах. Но вот эта вот потребность подобного рода представителей имела и свою обратную сторону, потому что где-то, начиная уже сначала с момента своей дипломатической деятельности, Стекль фактически проводил на линию, которая была направлена на интересы Соединенных Штатов Америки. В США Стекль просит госсекретаря США Уильяма Сьюарда о срочной тайной встрече, на которой сообщает ему решение российского императора по Аляске. Но при этом подчеркивает, что официально предложение покупки полуострова должно исходить от американской стороны. Госсекретарь, обрадованный визитом Стекля, обещает в ближайшее время переговорить с президентом. Но когда посол и госсекретарь встречаются через несколько дней, выясняется, что президент Джонсон покупать Аляску не расположен. Ему сейчас не до этого. Только что закончилась гражданская война в Соединенных Штатах. Кровопролитнейшая гражданская война. Когда государство, вот я хочу это подчеркнуть, чтобы мы понимали, оно было раздираемо внутренними противоречиями. До Аляски ли? Когда мир рушился по вопросу, сохранится рабство или останется? Что делать с южанами? А что делать с северянами? Предпринимались титанические усилия внутри уже Соединенных Штатов сохранить страну. Сьюарда и Стекля позиция президента Джонсона по Аляске ничуть не смущает. Эти два дипломата твердо намерены провернуть сделку во что бы то ни стало. Они задаются целью совместными усилиями сделать так, чтобы высшие круги США захотели купить Аляску. Эту суровую землю, которую русские первопроходцы десятки лет осваивали ценой собственной жизни. Смотрите далее. С какой целью была создана первая акционерная компания в Русской Америке? Кто и почему предложил уступить Аляску США? И почему сумма сделки сильно удивила американцев? Был открыть Америку, но с тем, чтобы продолжить развивать отношения, скажем, с Испанией, которая была известна, что она здесь на побережье Тихого океана, Калифорнийская Испания и Китай, и Япония очень интересовали Петра Первого. И, конечно, указание было и начальник экспедиции Берингу, и Чирикова. Ходит, скажем, исследование этой береговой линии и возможной высадки на берег, искать какие-то металлы, более-менее драгоценные. Аляска происходит от индейского слова Аляска – китовое место. Но вовсе не киты и не драгоценные металлы в конечном итоге привлекают на полуостров десятки российских купцов. А вот что с самого начала интересовало русских купцов на Аляске. Шкурки обитающего там морского бобра – калана. Этот мех самый густой в мире. На один квадратный сантиметр приходится до 140 тысяч волосков. В царской России мех калана ценился не меньше. Золото одна шкурка стоила целых 300 рублей. Примерно в шесть раз дороже элитного арабского скакуна. Особым спросом мех калана пользовался у богатейших китайских мандаринов. Первым человеком, который предлагает не просто добывать на Аляске пушнину, а прочно закрепиться здесь, был купец Григорий Шереков. Благодаря его усилиям на полуострове появились русские поселения и постоянно действующая миссия православной церкви. Российской Аляска была на протяжении 125 лет. За это время колонисты освоили лишь небольшую часть огромной территории. Были действительно, можно сказать, герои своего времени, потому что они не просто управляли, а им удавалось взаимодействовать мирно с местным населением. Были, конечно, вооруженные столкновения. Но если представить, десятки тысяч аборигенов и горстка русских, разбросанных на огромном расстоянии, силы, мягко скажем, неравны. А что они с собой принесли? Они принесли с собой культуру, образование, новые отношения к аборигенам. Аляску населяют несколько племен. Но быстрее всего русские поселенцы находят общий язык с алиутами и кадьякцами, которые обладают уникальными навыками добычи морского бобра. Русских женщин в этих суровых краях мало, и колонисты часто женятся на местных девушках. Объединению русских с аборигенами помогают и православные священники. Один из них, святитель Иннокентий, впоследствии был причислен к лику святых. Он прибыл на Аляску простым иереем, оставив хороший приход в Иркутске, когда узнал, что в Русской Америке некому совершать богослужение. Уже потом, будучи митрополитом московским, вспоминал, что я пережил на Уналашке. Даже сейчас мурашки бегут по телу, вспоминая в московском, доме у камина. А приходилось ездить в собачьих упряжках, плыть на маленьких лодочках, байдарках. По пять, шесть, по восемь часов плыли, когда по океану, а там большие волны. И вот святитель Иннокентий так ездил по островам. Он никогда не отказывался от того, чтобы посетить вот этих звавших его местношителей. В 1799 году новый российский самодержец Павел I решает навести порядок в Русской Америке, взять под контроль тамошних купцов. Он подписывает указ о создании российско-американской компании по образу британской Ост-Индской. По сути, в стране появляется первая в истории монопольная акционерная компания, которой управляет не кто-нибудь, а сам император. Российская компания выступала в таком как бы двойственном состоянии. Она была с одной стороны и агентом государства фактически, а с другой стороны и как бы честным владельческим учреждением. В 40-х годах 19 века акции российско-американской компании одни из самых доходных во всей империи. Аляска приносит колоссальную прибыль. Как же можно было уступить эту землю Соединенным Штатам? Впервые идею продажи Аляски в правительственных кругах озвучил генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский. В 1853 году он писал в Петербург, что Российская империя не имеет необходимых средств для защиты этих территорий от притязаний США и предлагал уступить им Аляску. Определенная угроза, гипотетическая угроза, существовала со времени создания североамериканских Соединенных Штатов. Угроза того, что все земли, которые располагаются на территории североамериканского континента, должны войти в эту структуру, которая себя стала именовать Североамериканские Соединенные Штаты. Доктрина Монро ставила перед собой задачу выдавить выдавить с американского континента европейцев. Первым человеком в США, предложившим присоединить Аляску, станет госсекретарь Сьюарт. Тот самый, с которым российский посланник Стекль будет впоследствии вести переговоры о продаже русской Америки. Идея продажи Аляски, она все-таки появилась в США. То есть Стекль, русский посланник в Соединенных Штатах, впоследствии докладывал, что американцы уже несколько лет предлагают продать Аляску. С нашей стороны был отказ. Ну, еще, так сказать, не были готовы к этой мысли. Эта карта была создана за 37 лет о продаже Аляски в 1830 году. На ней четко видно, что Россия целиком и полностью господствует в северной части Тихого океана. Вот это так называемая Тихоокеанская подкова. Она наша. Но Соединенные Штаты, извольте видеть, в это время где-то в два с половиной раза меньше, чем сейчас. Но уже через 15 лет Соединенные Штаты присоединят к себе Техас. Еще через два года аннексируют по Мексике в Верхнюю Калифорнию. А за четыре года до покупки Аляски включат в свой состав Аризон. Американские Штаты расширялись в основном за счет того, что за бесценок скупали миллионы квадратных километров. Как показала история, Аляска стала для американцев одним из самых ценных приобретений. А может быть, и самым ценным. К продаже Аляски нас подтолкнула Крымская война. Тогда России пришлось в одиночку противостоять сразу трем державам Великобритании, Франции и Османской империи. Главным сторонником продажи Русской Америки станет брат Александра Второго, великий князь Константин, возглавлявший морское ведомство. Он вел свою политику, да, ему надо было создавать флот на Тихом океане, на Балтике, на Белом море, на Черном море. То есть у него хватало, в общем-то, забот. То есть для князя Константина, конечно, Русская Америка была, скорее всего, как головная боль. Великий князь Константин настаивает, что Аляску нужно продавать, пока американцы не взяли ее силой. На тот момент США уже известно о найденном на полуострове золоте. В Петербурге понимают, рано или поздно американские золотодобытчики придут на Аляску с ружьями и вряд ли несколько сотен российских колонистов смогут защитить полуостров. Лучше его продать. Впрочем, некоторые современные историки уверены, доводы великого князя Константина были необоснованными. Истерзанные гражданской войной США не смогли бы захватить Аляску в ближайшие 50 лет. В Америке не было ни военных, ни экономических сил. Это все было преувеличено. Последующие события это явно показали. Вот здесь как раз Стекль играл, если хотите, роль такого блефа, дезинформации, как сегодня говорят, фейковые новости для того, чтобы именно как бы повлиять на изменение представлений российского руководства. выходит, что российский посланник в Вашингтоне Эдвард Стекль, действуя в интересах сторонников американской экспансии, намеренно подстегивает российское руководство к отказу от Аляски. Российский посланник Эдвард Стекль в своей настойчивости избавиться от Аляски доходит до того, что в очередной телеграмме в Петербург пишут, «Если Соединенные Штаты не хотят платить за Аляску, пусть они берут ее бесплатно». Эти слова не понравились Александру Второму и в ответ на письме он гневно дергивает сорвавшегося посланника. «Прошу не говорить ни единого слова об уступке без компенсации. Считаю опрометчивым подвергать соблазну американскую алчность». Ну, суть по всему, император догадывался, на чем поле, на самом-то деле играет его вашингтонский посланник. Несмотря на то, что руководство США покупку Аляски еще не одобрило, российский посол Стекль и американский госсекретарь Сьюарт начинает втайне торговаться. Сьюарт предлагает 5 миллионов долларов. Стекль говорит, что такая сумма не устроит Александра Второго и предлагает увеличить ее до 7 миллионов. Сьюарт пытается снизить цену. Ведь чем она выше, тем сложнее будет убедить правительство совершить эту покупку. Но вдруг неожиданно соглашается на условия российского посла. Окончательная сумма сделки 7 миллионов 200 тысяч долларов золота. Когда сумма сделки станет известна американскому послу в Петербурге Кассиусу Клею, он будет приятно удивлен, о чем сообщит госсекретарю Сьюарду в ответном письме. Клей ответил, что я восхищен вашей блестящей работой. По моим представлениям, минимальная цена этого региона составляет 50 миллионов долларов золотом. И я даже поражен, что вообще подобного рода сделка состоялась на этих условиях. Я цитирую почти дословно его телеграмму или выдержку из его послания, которое он направил в государственный департамент. Таким образом, даже сами американцы в тот период оценивали стоимость Аляски как в 7 раз больше. Но как же можно было так продешевить? Дело в том, что купля-продажа Аляски происходит в условиях, когда обе стороны и продавец и покупатель в долгах. Казна России и США фактически кустам. И это не единственное, чем два государства схожи на тот момент. В середине 19 века считалось, что Российская империя и Соединенные Штаты развиваются параллельным курсом. Обе державы христианские, к тому же решают одну и ту же проблему освобождение от рабства. Накануне продажи Аляски по обе стороны океана и вовсе произошли зеркальные события. В 1865 году США смертельно ранен выстрелом в голову президент Линкольн. Год спустя в России совершено покушение на Александра Второго, который чудом остался жив. Новый американский президент Джонсон в знак поддержки направляет российскому императору телеграмму. А вслед за ней и делегацию во главе с замминистра морского флота США Густавом Фоксом. Царь принимает американскую делегацию, они совершают поездку по России, везде их восторженно встречают губернаторы, народ. И эта поездка даже была продлена или американская делегация посетила Кострому, которая в тот период считалась родиной, откуда происходит роман. И вот тогда возникает концепция или идея представления, что оформился союз двух государств. Российская империя на тот момент крайне нуждается в союзниках против Великобритании. Но неужели руководство страны согласилось уступить США Русскую Америку, чтобы в будущем заручиться их поддержкой? Историки уверены, у главного инициатора продажи Аляски великого князя Константина был еще какой-то мотив. Если бы мы знали, что было в голове Константина Николаевича, мы можем закрывать изучение Русской Америки на определенное время. И говорить, задача решена. Пазл еще не не исключено, что о скрытых мотивах великого князя Константина написано на страницах его дневника, который сохранился до наших времен. Но страницы, на которых должен быть описан период продажи Аляски, таинственным образом исчезли. И это не единственная пропажа важных документов. После того, как Русская Америка отойдет США, с полуострова исчезнут все архивы российско-американской компании. Американцы заблаговременно, как говорится, запаковали истинные причины покупки данной территории, истинные причины и продажи, в том числе с нашей стороны, когда в договоре, связанном с продажей Аляски, был пункт, суть которого заключалась в том, что все архивы, все документы, которые находятся в российско-американской компании, на тот момент, все целиком и полностью должны быть переданы американцам. Видно, было, что скрывать. Смотрите далее. Как готовился договор об уступке Аляски? Что за тайные переговоры вели за спиной российского императора? Какое отношение к сделке имели банкиры Ротшильды? Март 1867 года в Вашингтон. Российский посланник Стекль отправляет срочную шифровку в Петербург. Он торопится сообщить о своих договоренностях с госсекретарем Сьюардом, не жалея денег на весьма дорогую услугу трансатлантический телеграф. Примерно за 270 слов Стекль платит астрономическую сумму 10 тысяч долларов золота. Вот дешифрованный текст этой телеграммы. Аляска продается в границах 1825 года. Православные храмы остаются собственностью приходов. Русские войска выводятся как можно скорее. Жители колонии могут остаться и пользоваться всеми правами американских граждан. В Петербурге готовят ответное послание. Император согласен на эти условия. Как только Стекль получает из Санкт-Петербурга окончательную согласенную сделку, он отправляется к американскому госсекретарю Сьюарду и застает его за игрой в карты. Увидев Стекля, Сьюард тут же прекращает играть и, несмотря на поздний вечер, предлагает подписать договор о продаже Аляске немедленно. Стекль в расселенности, как мы это сделаем, ведь ночь на дворе. Сьюард в ответ улыбается и говорит, если вы соберете своих людей немедленно, то я соберу своих. Почему же госсекретарь Соединенных Штатов так торопился с подписанием наговор? Хотел быстрее поставить точку в этом деле? Или боялся, что русские передумают? Около полуночи в окнах госдепартамента загорается свет. Над составлением исторического документа под названием договор об уступке Аляски дипломаты работают всю ночь. В 4 часа утра он подписан Стеклем и Сьюардом. Что здесь удивляет? В первую очередь речь идет о том, что уровень подписан не соответствует решению такой серьезной задачи. С американской стороны госсекретарь, с нашей стороны посол. Если посол в прошлом и настоящем будет подписывать такого рода документы, то наша территория будет быстро сокращаться. На это вопиющее нарушение дипломатического протокола из-за спешки никто не обращает внимания. Сьюард и Стекль не хотят терять ни минуты. Ведь договор еще предстоит ратифицировать в Сенате без этого просто не вступит в силу. Любая проволочка может сорвать сделку. Они понимали, что стоит немножко запоздать и начнется мощная кампания против этой сделки. Чтобы как можно быстрее ратифицировать договор, Сьюард и Стекль действуют быстро и решительно. Сьюард ведет тайные переговоры с нужными людьми, а Стекль с одобрения императора российского дает им взятки. Российская сторона через Стекля давала взятки, во-первых, средствам массовой информации в лице их руководителей, во-вторых, конгрессменам, чтобы они проголосовали в пользу этого решения, что и было сделано. И на это ушло около 160 тысяч долларов золотом. Представителя банкира Августа Бельмонта. Август Бельмонт. Это один из очень таких талантливых по мнению Ротшильдов, у которых он работал, финансистов, которого возглавлял один из банков во Франкфурте. И после, вот чем ближе, так сказать, эта сделка совершалась, он переезжает в Соединенные Штаты, основывает свой банк непосредственно в Нью-Йорке и потом становится консультантом, советником президента Соединенных Штатов по финансовым, экономическим вопросам. По договору власти США должны расплатиться с Россией в Вашингтоне. Но на чеке указан именно Нью-Йорк, город, в котором Бельмонт открывает банк Ротшильдов. Все денежные операции по Аляске связаны со счетами исключительно в частных банках. Однако при таких серьезных расчетах между двумя странами, как правило, фигурируют не частные, а государственные финансовые организации. Странно, не правда ли? Американцы, когда купили Аляску, ведь до 1959 года они не определяли ее статус. Что это за территория? Как ее рассматривать? Она там и под военным ведомством ходила, и в рамках, так сказать, гражданских ведомств. Что с ней делать? Как управлять? В общем-то, ну, американцы струхи не доходили до Аляски. А Ротшильд, он, естественно, использовал свое положение, ведь накануне продажи Аляски и про золото было известно, и про нефть, поэтому то, что это много... Вложения многократно окупились Ротшильды, это однозначно. Интересное совпадение. Российская империя на тот момент тоже тесно связана с Ротшильдами финансовыми узами. Россия взяла у них кредит, чтобы в подорванной Крымской войной и отменой крепостного права экономики залатать дыры. Сумма этого кредита многократно превышала цену, за которую продали Русскую Америку. А может Российская империя отдала Ротшильды Маляску в счет погашения огромного государственного долга. В конечном счете за полуостров Россия получила 7 миллионов 200 тысяч золотов. Но какова их судьба? Смотрите далее. На что были потрачены деньги, вырученные от продажи Аляски? Что произошло на церемонии передачи русской земли американцам? Что за тайные переговоры велись за спиной российского императора? Документ обнаружен недавно в Государственном историческом архиве поставил окончательную точку в спорах о том куда же делись миллионы от продажи Аляски. До этого пор находились слухи о том что Россия вообще ничего не получила от американцев потому что корабль перевозивший золото попал в шторм и утонул. Также выдвигалась версия что всю выручку себе забрали российские чиновники во главе с великим князем Константином. Так вот благодаря этому документу выяснялось что деньги от продажи Аляски были причислены российскому фонду построения железных дорог. Документ найденный историком Александром Петровым в историческом архиве Петербурга представляет собой небольшую записку. Кому она адресована и кто ее автор неизвестно. За уступленные североамериканским штатом российские владения в Северной Америке поступило от означенных штатов более 11 миллионов рублей. Из них большая часть израсходована за границу на покупку принадлежностей для железных дорог. Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и других. Оставшаяся сумма в размере около 400 тысяч поступила наличными деньгами. Деньги от продажи Аляски пошли прежде всего на закупку железнодорожного оборудования для строительства железных дорог, ведущих от Москвы в радиальном направлении. в том числе Курской железной дороги. Той самой дороги, которая, если бы она была в время Крымской войны, то возможно Севастополь бы не сдали. Потому что по ней можно было перебросить такое количество войск, что ситуация в Крыму военно-стратегическая просто бы качественно изменилась. Записка о расходовании средств от продажи Аляски обнаружена среди бумаг о вознаграждении тех, кто принимал участие в подписании договора с американцами. Согласно документам, орден Белого Орла и 20 тысяч серебром от императора получил посланник Стекль. Однако после продажи Аляски в России он не задержался. Ушел ли он сам с государственной службы или был уволен неизвестно. Остаток жизни Стекль провел в Париже, неся на себе клеймо человека, продавшего российскую землю. Дальнейшая судьба Стекль в нишний раз подчеркивает о том, всю подоплеку и все те ну что ли все истинные движущие силы и причины вот этой сделки, которая была однозначно очень тонко и умело проведена в тот период правящими кругами Соединенных Штатов Америки, которые умело воспользовались сентиментальными или наивными представлениями российского руководства о том, что возможно такой построить союз двух христианских народов и в общем нанесли, если так можно выразиться, и экономический, и, если хотите, моральный, ну и как мы уже видим спустя 150 лет, геополитический очень серьезный урон для России. В Новоархангельске проводят торжественную церемонию передачи Аляски США. На главной площади собираются все жители города. Под барабанный бой и 42 залпы из корабельных орудий начинают спускать российский флаг. Вдруг происходит неожиданный казус. Флаг цепляется за флагшток и остается на нем висеть. Все заметили проблему. Не могли легко опустить русский флаг. И это восприняли они, что вот знамение, что мы остаемся с Россией, что это не произойдет. Они даже еще не верили. После того, как Аляска станет американской, начнется стремительное притеснение коренных жителей. Время